привет время позднее хотя этого и не видно наверное на экране вам но я что-то сегодня припозднился в половину дня слушал пластинку группы bring me the horizon хорошая группа она мне понравилась хотя пластинка у меня лежит уже года три наверное я ее послушал впервые когда купил и с тех пор не слушал вот сегодня к ней вернулся и она мне так понравилось что я про нее как-нибудь потом расскажу такое бывает знаете как-то но речь не об этом речь вот об этой штуки замечательной которая у меня написано на груди дифтонс омс называется пластинка 2020 год почему я показываю вот эту пластинку последнюю по одной простой причине я очень любил дифтонс лет 15 назад наверное или 13 когда работал на радиорокс у меня были все компакт диски группы дифтонс которые на тот момент вышли какой это был год две тысячи наверное 7 посчитайте сами вот все что выходило дифтонс у меня было на компакт дисках поскольку я компакт диски со временем ликвидировал осталась у меня одна только виниловая пластинка вот это который я купил недавно совершенно но вот когда она вышла в двадцатом году собственно говоря она у меня появилась дифтонс странные ребята они мне очень нравились я по ночам даже ставил на радио их музыку вообще на радио не принято ставить подобные вещи а я работал по ночам на радиорокс и по ночам врубал дифтонс нормально в эфире все хорошо было всем нравилось я тоже люблю такую музыку мне вообще эта группа она как-то близка по духу что называется хотя я ее побаиваюсь потому что они очень круто играют я так не умею и никогда уже не научусь для этого нужно долго долго заниматься и долго долго работать в студии а еще больше работать на сцене чего я тоже не очень люблю честно говоря с годами раньше любил когда был молодой мне только хлебом не корми дай на сцену выбежать что-нибудь потренька сейчас уже приходится выступать иногда но как-то такой радости бешеные уже от этого нет так вот побаиваюсь и потому что когда слушаю эту музыку какая-то не то что зависть берет а думаю ну ее 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 и как же ты ну так не получится так не сделать и звука такого поди найди где-нибудь это продюсер нужен какой-то крутой слишком а у музыкантов дифтонс я брал интервью когда работал на радио приходили очень тихие очень вежливые ребята чина морена пришел кто был с ним еще двое я не помню честно говоря морена был точно мы с ним разговаривали очень вежливые очень какие-то такие покладистые чего не скажешь по музыке совершенно ощущение когда слушаешь пластинку создается такое что это какие то такие брутальные типы ничего подобного тихие спокойные все работают между прочим на работе это кстати я хочу сказать молодым музыкантам которые я помню об этом говорил уже как-то раз которые все все свое всего себя направляют на музыку и говорят что мы только музыкой будем жить только музыкой зарабатывать и все больше ничего нам не надо никакой работы нам другой не нужно это большая ошибка потому что большинство музыкантов тех которых мы слышим на пластинках дорогих хороших и в общем их большими тиражами во всем мире они все равно все где-то работают ну если ты не миг джаггер и никит ричардс и не группа металлика хотя насчет групп металлика я не знаю не исключено что они тоже где-то подхалтуривать но большинство артистов конечно на западе у нас другой подход в россии у нас если ты артист я артист все и я только там и больше нигде и мир мне должен денег за то что я играю на гитаре а миру какое дело до тебя играешь на гитаре не играешь тебя под дулом пистолета никто на гитаре не заставлял играть и почему мир тебе должен платить деньги совершенно непонятно но когда платят хорошо конечно большое спасибо но вот эта позиция что я артист дайте мне денег это решить неправильно музыканты diphtons на тот момент времени с морена я разговаривал и не помню кто кто там был еще с ним они говорят что работаем да занимаемся преподаванием гитары фортепиано там то все продюсирование музыка для кино музыка для телевидения реклама все это все это спокойно происходит и приносит деньги между в записями альбомов и между концертными турами всегда можно посидеть поработать что-нибудь поделать а иначе как жить они как иначе иначе станешь русским рокером который будет говорить что я гитарист дайте мне денег а если не даете вы все мудаки ну такая позиция мне известная многие к сожалению к сожалению на этой позиции стоят но diphtons вот эта бластинка меня удивила честно говоря потому что сразу скажу что я не люблю группу pink floyd поздних лет ну не нравится мне мне нравится сид баррик мне нравится первые два тире полтора альбома и вторая сторона пластинки до до оксайта в дому вторая сторона первая так себе но это лично мое мнение я никого не заставляю к нему присоединиться я знаю что группа pink floyd очень популярна в нашей стране и не только в нашей но я назову еще десяток групп артистов которые очень популярны в нашей стране и не в нашей стране и их фамилии и название групп вызовет у вас тошноту я не ставлю их в один ряд но тем не менее так вот когда я поставил на проигрыватель эту пластинку я сразу был разочарован потому что вот какой-то pink floyd начинается думаю ну ребята все такая была хорошая группа такую играли зажигательную музыку которая настраивает на настоящее правильное действие поступки а здесь поехали какая-то вот это вот даже имеет там не назовешь к нашим бенд я люблю и электронную музыку я тоже люблю хорошую и и и трип-хоп я люблю и шугейс я люблю но здесь какая-то такая вот это вот мелодическая мелодическая печальная штучка пошла думаю ну нет все но правда это быстро закончилось и буквально через минуты не прошло как врубается гитара карпентера бас веги барабаны и понеслось морена хрипит кричит орет все чрезвычайно музыкально все здорово но какое-то ощущение попсы меня не покидала почему-то все-таки думаю все правильно сделано все так же как раньше может быть даже лучше и по звуку лучше и интересней может какая-то больно простая мелодическая линия когда морена перестает кричать а начинает петь пропевать как они любят до менять менять тембры менять подачу менять регистр можно сказать так даже и как-то уж очень попсовые какие-то мелодические фразы и так нежно спета так прямо для девочек как-то прощение такое слушаю дальше церемония следующая песня все ставить на свои места пошла заруба пошла музыка хорошо вернуться на первую песню genesis называется она и она знаете понравилось после прослушивания второй песни церемонии genesis понравилось я в нее въехал врубился оказалось пластинка не такая простая как мне показалось самого начала урантия третья песня вообще вынесла мозг абсолютно потому что начало бешеное диком темпе все инструменты играют записано фантастически снизу подкладка клавиш на который не слышно но она работает она присутствует она создает дыхание пространство после вот этого бешеного вступления раз лирическая часть морена поет чистым голосом красивым те опять-таки похожие мелодические в похожие как похожие по настроению простые мелодические построения но так к месту так здорово эрор прекрасная вещь до спелов математикс последняя песня на первой стороне вообще какой-то арт-рок пошел думаю ну вот все вот и хотя дифтон всегда играли сложную музыку сложные песни сложно сочиненные сложно построены но здесь просто какая-то красота я понял что слово красота больше всего подходит к тому что я услышал на первой стороне этой пластинки очень красивая музыка очень тяжелая очень сложная и очень красивая и записано так сложена так с продюсирована просто всё настолько чисто настолько вот были за на это плохое слово но кристально просто абсолютно, абсолютно кристально сверкает музыка. При этом она ревет. Она ревет и сверкает. The Spell of Mathematics в финале лирическая часть медленная, хорошая, а внизу бас. Зарубает беги. Просто зарубает дикими там шестнадцатыми играет. И так это все складывается. Такие аранжировки. Фантастика. Помпеджи открывает вторую сторону. И тут уже просто я все время говорю просто-просто-просто. Но это мой восторг. Я пытаюсь выразить этот восторг. Поскольку словарный запас вот такой у меня. Маленький, махонький, крохотно-микроскопический, ничтожный, микробный и убогий. Я все время говорю просто. Очень сложное полотно. И здесь на первый план выходит клавиши уже. Ну, то есть как на первый план. Все играют дифтонс. Остается дифтонс. Все, все, все спето. Как нужно. Все сыграно на гитаре. С пониженным строем. Разные рецензии читал. Одни пишут, что на девятиструнной гитаре играл Карпентер. Здесь другие пишут, что девятиструнную гитару в студии он так и не взял в руки все-таки. На самом деле, какая разница, на какой гитаре играл здесь Карпентер. Главное, что звук потрясающий. Звук пробивающий стены, прижимающий к дивану. Но при этом, я повторюсь, слово красота, определяющая на этой пластинке, потому что звук очень комфортный. Я люблю очень музыку, когда она... Я люблю и сепультуру, и пантеру, когда музыка экстремальный баронесс, когда экстремально разрывает, просто нервирует, пришибает. Выбивает из зоны комфорта музыка. В этом задача рок-н-ролла, на самом деле. Но, с другой стороны, когда очень тяжелое полотно и звучит так комфортно, что ничто не режет нигде, это тоже приятно бывает. Вот дифтон с этого достигает. Deathlink is Dead, Radiant City, Headless, три песни следующих. Это ощущение такое, что возврат на 10 лет назад, но только все лучше стало. Узнаю старика, узнаю стариков дифтонс. Все то же самое, только в 10 раз лучше, в 10 раз точнее, в 10 раз интереснее музыкально, и очень, опять-таки, красиво, повторюсь. Но самое главное, что меня купило совершенно. Просто вот купило все, и я говорю всем, что это прекрасный альбом. Это, конечно, заглавная песня. Омс, последняя, где меняется гитарный тембр. Он такой делается, он, конечно, дико современный, дико сложно обработанный, очень навороченный, но задача была показать тембр такой группы Stooges там, конца 60-х годов или начала 70-х. Такое ощущение, что фуз, такой, точнее фас, но мы привыкли говорить фуз, с фузом такое, хлесталого по струнам, мажорные такие мелодические фразы, гитарные, мажорные рифы, настоящие рок-н-ролл, в широком смысле этого слова. Не рок-н-ролл, то ничего этого нет, этой пошлости уже, конечно, даже близко нет. Но что-то среднее между The Who и Rush. Такая музыка, мажорная, яростная, с этим самым фузовым звуком. Конечно, это не фуз прямой, я повторюсь, там все заобработано, круто, но внутри задача вот именно такого, такого фузового оттяга, просто отрыва и мажорная совершенно вещь Омс, закрывающая пластинку. Я хотел с нее начать разговор сегодня об этом альбоме, но получилось так, что я заканчиваю разговор этой песни. Очень советую, для тех, кто не слышал, одна из самых красивых, тяжелых пластинок 2000-х годов. Вот так вот, можно сказать. Ну и в следующий раз, может быть, поговорим о Bring Me The Horizon. Я обещал продолжить разговор о The Stooges, об Эгипопе. И вообще много-много-много всего есть. Вот группа слэд у меня тут тоже на подходе. Так что разбираю полки и делюсь с вами. Тем, что на них нахожу. Пошел пить. Как всегда, время позднее. Уже пора. Бай-бай. Пока. Ха-ха-ха-ха.